Здесь достоверные Бухари и Муслим передали Аджаве ибн Абдилля, где пророк говорит, мне даны пять качеств, в некоторых версиях шесть качеств, которые не были даны ни одному пророку до меня. Первое. Мне Аллах дал победу посредством страха, вселяемого в сердце моих врагов, на расстоянии месяца пути. Аллах дал это пророку, алейсалату ассалам, это то, что не было дано ни одному пророку до него. Его боялись, мусульман боялись. И мы сколько находим в истории пророка, алейсалату ассалам, их немного, но их боялись, когда его последний поход Табук, куда Рим, Великий Рим даже не явился, когда узнали, что он вышел с тридцатью тысячами войск, а огромная Римская империя, она не вышла. Второе. Аллах дал мне, сделал мне землю местом для молитвы и чистым местом. То есть, нашей уме дана эта особенность, что можем молиться в любом чистом месте. В то время, как, допустим, у людей Писания, иудеев, христиан, только в храмах надо было молиться. А мы в любом месте мусульманам дано право молиться. И он так и говорит, кто бы ни был из моей умы, где бы он ни был, и когда наступает время намаза, пусть молится, где находится. Следующее, что было ему дано, ему было дано право брать трофеи, что предыдущим пророкам не было дано. Предыдущие пророки трофеи собирали, военные трофеи, с неба приходил огонь и сжигал. Умме Мухаммада, салли Аллаху, алейху ассалям, Аллах дал право брать трофеи. И он прямо говорит, никому другому этого не было дано. И еще одна моя особенность, это то, что я послан ко всем людям. В то время, как все предыдущие пророки были посланы к своим народам. И пятое, и мне дано заступничество. Заступничество, шафаат уль-Узма, когда в судный день все люди в страхе будут метаться, не зная, куда кинуться, обратятся к Адаму, он откажется заступаться, потом к Нуху, потом к Ибрахиму, к Мусе, Ис, алейху ассалям. Никому не было дано право общего заступничества. И когда они обратятся к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейху ассалям, он скажет, я создан для этого. Это моя миссия. Эта миссия дана ему. Он заступится и за свою умму, и за предыдущие общины. И вот это уль-Иту шафаата в одном реваяте сказано, вместо этого пришло, и мне будет сказано, сальту аху. Проси, тебе будет дано. Проси. Он говорит, что мне была показана вся моя умма. Скорее всего, ночь миладжа. И не были скрыты никто. И как бы простые люди и какие-то праведники. Все были мне показаны. То есть будут показаны. И за всех будет он заступаться. Другой версии хадиса, он говорит, там было предыдущие послан ко всем людям. В одной версии есть. Бу'исту или ахмари ва асвади. Я послан и к красным, и к черным. То есть ко всем. Истолковали это. Автор приводит, что черный это имеется в виду арабы. Потому что преобладающим цветом у них является смуглый цвет кожи. А красные все не арабы. Другой версии по-другому говорят. Что из всех наций бывают и такие, и такие. Другой версии сказано, что красные это люди, черные это джинны. Аллаху а'ля. В хадисе, который передает Бухари и Муслим, от Абу Хурейры, еще одна особенность пророка, алейсалату ассалам. То есть то же самое, но чуть в другом варианте. Он говорит, мне дана победа посредством страха, вселяемого в сердце врагов. И Аллах мне дал джавамиу аль-калими. То есть еще одна милость Аллаха, которая была оказана пророку, это лаконичность. Аллах дал ему настолько красноречивый язык, что он мог короткими фразами передавать огромный объем информации. Это называется арабском джавамиу аль-калими. И много хадисов есть, у которых буквально два слова, но там много очень смысла. И пророк рассказывает, саллиллаху алейкум ассалам, в этом же хадисе в достоверном. Когда однажды я спал, во сне мне принесли ключи кладов всей земли. И были они положены перед ним. То есть, имеется в виду, истолковали это, что его уме Аллах даст завоевание по всей земле. Действительно, так оно и произошло. Когда-то мусульманская умма практически полмира она контролировала. И в Европе, и в Азии, и Юго-Восточная Азия, и весь Ближний Восток, пол Африки. Ну, то есть, где населенные эти земли, везде они мусульмане были. Огромная Индия, Пакистан, час Китая, аж до Дальнего Востока. Хадис, следующий у нас хадис, его тоже передали Бухари и Муслим. А нет, предыдущий есть еще один хадис, который тоже передает Имам Муслим. Пророк говорит, ваху ти маби ан-наби юна. То есть, была поставлена печать. То есть, закончили через последствия меня пророки. То есть, я печать пророка, после меня пророков не будет. После меня пророков не будет. Он печать пророка, последний из пророков. Это все особенности пророка, алейхи саляту ассалам. Следующий хадис, тоже Бухари и Муслим передали от Укбиб Амира, ради Аллаху Анху. Он говорит, что посланник Аллаха, саляту алейхи салям, сказал, Фарад, это в арабском языке, тот, кто в пути где-то опережает своих спутников. У них обычно, когда караван направлялся, они отправляли одного вперед, чтобы он там подготовил место для остановки каравана и так далее. Он говорит, я опередивший вас, то есть, к моему хауду, источнику, из которого люди, когда выпьют воды, больше никогда жажды не будут испытывать, судный день. Он первый придет туда, и он говорит, я буду свидетельствовать вам, то есть, я буду вашим свидетелем, свидетелем о том, что вы приняли мой призыв, что вы были покорны Аллаху. И потом он говорит, саляту алейхи саляму, Клянусь Аллахом, я вижу свой этот источник, откуда он будет поить людей. И потом он говорит, И мне даны ключи от кладов земли, и потом он еще раз клянется. Внимательно, этот хадис, смотрите, это Бухария и муслим передали хадисы. Пророк, саляту алейхи саляму, в конце этого хадиса говорит, «Поистине я, в Аллахе, клянусь Аллахом, не боюсь за вас, что вы после меня попадете в ширк, что вы будете Аллаху предавать за товарища кого-то. Однако я боюсь, что вы будете соперничать, противостоять за мирскими благами». Вот этот смысл мы постоянно, сегодня мы постоянно слышим эти слова, ширк, 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 ширк. Ширк попадает, ширк делает. Пророк, саляту алейхи саляму, это не один хадис, таких хадисов очень много, очень много хадисов. Пророк, саляту алейхи саляму, не боялся для своей уммы за ширк. Почему? Потому что он, саляту алейхи саляму, знал, что эта умма будет сохранена от ширка. Поэтому те люди, которые обвиняют сегодня налево, направо, это у них в голове там ширк. Тут проблема. Не в мусульманах. Головы надо чуть-чуть свои подлечить, надо чуть-чуть изучить. Не будет в этой умме ширка. Только после того, как риса, алейхи салям, снизойдет, после риса, потом начнется ширк, будет, потом будет. Об этом пророк предсказал, саляту алейхи саляму. Фасад в эту умму придет во времена риса. До этого эта умма, да, умы есть, были и есть, грехи есть. В этом хадисе достоверном пророк говорит, я не боюсь, поклялся. Инни, это адавату таакид, поистине. И потом еще клянется, я не боюсь, что после меня вы попадете в ширка. Но чего он боится? Что будут соревноваться, гоняться за мирским. Это приведет к противостоянию, к вражде, протоубийству. Другой версии хадиса, пророк говорит, тоже достоверный хадис. Он говорит, Шаид-Ам потерял надежду, что ему будут поклоняться на этой земле. Шаид-Ам потерял надежду, что в этой священной земле будут им поклоняться. Но он будет довольствоваться другим, чем? И он говорит, что будет вас между собой сталкивать. Он этим будет доволен. Он понимает, что уже в ширк вас он привести не может. Но будет вас на какие-то другие большие грехи побуждать, искушать и так далее. Понимаете? Поэтому вот эти постоянные, эти разговаривания, ширк, ширк. Вот недавно одно блогера смотрю. О, Кавказ полон широк. Ширка. Инна-ли-ляхи, ва-инна-ли-ляхи, раджон. Глаза разуй свои. Сначала изучи, что такое ширк. Глупая твоя голова. Знания набери. Спроси ученых людей. Не в интернет, значит, пространстве эту информацию чипает. К ученым пойди, узнай, что такое ширк. Кавказ полон ширка. Инна-ли-ляхи, ва-инна-ли-ляхи, раджон. Аль-хамду-ли-ляхи. Мы каждый день пять раз наших миноретов кричим. Ашхаду аль-ляхи, аль-ляхи, аль-ля-лахи. Ашхаду аль-ляхи, 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 аль-ляхи. Мушрики этого не кричат. Мы в каждом намазе, а сколько мы намазов делаем. И яка на обуду, и яка на стаин. Говорим. Только тебе поклоняемся. Только у тебя просим о помощи. Мушрики этого не говорят. Кругом и всюду слышим. Ла-и-ляхи, аль-ля-лахи. Мушрики этих слов не говорили. Когда пророк, саллиллаху алейху ассалям, начал доставать курейшев своим призывом, они пришли во главе с Абу Джахлем к Абу Талибу. И говорят. Успокой своего племянника, иначе мы будем с вами воевать. С Бану Хашимом и Бану Муталибом. Пророк позвал пророка, алейху ассаляму ассаляму. И говорят. Вот твой народ пришел. Требуют от тебя прекратить. Пророк, саллиллаху алейху ассаляму, говорит. Пусть скажут одно слово, и я оставлю их в покое. Абу Джахлем говорит. А я десять слов тебе скажу. Что сказать? Пророк, саллиллаху алейху ассаляму, говорит. Скажи, ла иллаху ассаляму. Ла иллаху ассаляму. Нет. Мушрики не говорят, ла иллаху ассаляму. Поняли, дорогие братья? Вот этот хадис для нас сегодня очень актуален и важен. Чтобы понимать, что вот эти постоянные запугивания нас ширком это из козни шайтана. Чтобы отвлечь нас на то, чего у нас нет. И чтобы мы забыли то, что есть. То, что у нас есть, как пророк, саллиллаху алейху ассаляму, и предсказывал, ум разделилась на 50 с лишним государств ради мирских благ. Каждая партия радуется тому, что у них есть. Мы видим, одна арабская нация, более 20 государств с размерами некоторых наших районов. Вот чего пророк боялся, саллиллаху алейху алейху ассаляму, а не ширка. Следующий хадис от Абдуллах бну Амра бнуль Аса, ради Аллаху анхума, пророк, саллиллаху алейху ассаляму, он говорит, что поистине, пророк, саллиллаху алейху ассаляму, сказал, Не умеешь читать, писать пророк. Не будет после меня пророков. И потом он говорит, Мне дана лаконичность и хаватима, то есть, дано способность завершать речь. В арабском языке бывают такие выражения фаватим, то есть, начало речи положить, конец. Это мне дано. Пророк был самый красноречивый из людей. И он говорит, Я знаю число хранителей ада и носителей аша. имам Ахмад передал этот хадис, хорошее сказано об этом хадисе. От ибн Ума, ради Аллаху анхума, также сказано, пророк сказал, еще одна особенность пророка, он говорит, я послан перед судным днем. Пророков и посланников Аллаха было очень много. Наша умма последняя. Этих ум, сколько, тысячи, сколько было, Аллах только знает. мы когда говорим о признаках конца света, да, вообще появление пророка Мухаммада саллиллаху алейкум, это один из признаков конца света. Это последний пророк. Следующий хадис, который передали, мы начало этого хадиса на прошлом уроке об этом раз, да, по-моему, на прошлом уроке мы этот хадис начинали, да, да, да. Имам Базар и другие передали хадис. В этом хадисе пророк саллиллаху алейкум, саллиллаху что Аллах сказал саллия Мухаммад, Аллах сказал, то есть обращаясь к пророку, проси о Мухаммад, я сказал, что просить я раб, ты уже Ибрагима сделал своими любимцами, ты говорил с Мусой, выбрал, избрал Нуха, то есть сделал его избранным, дал Сулейману царство, которое не будет ни у кого после него. И тогда Аллах Субхану Ва Тааля сказал, то, что я тебе дал, о Мухаммад, лучше, я тебе дал лучше, чем у них, и чем у Нуха, и чем у Ибрахима, и Муса, я тебе, во-первых, дал Каусар, Каусар, это источник, после питья, которого люди жаждать не будут, сказал, начало у него в раю, но будет до входа в рай мы на земле на Ашара, будем его оттуда пить, иншаллах, те, кто был верующим, дай Аллах нам его. И я сделал твое имя с моим именем, то есть поместил твое имя с моим именем, и кричат, объявляют имя в ночи, а нет, то есть на небесах, и сделал землю для тебя чистой, для тебя и твоей умной. И простил тебе все твои ошибки и прошлое и будущее. Ты ходишь по земле безгрешным, прошенным грехами, и это никому до тебя такого не дал, и сделал сердца твоей умы масахифа, то есть Хураном. То есть в твоей уме будут много-много миллионы людей, кто этот весь Хуран будет знать наизусть. Другим этого не было дано. И сохранил, скрыл для тебя шафа, заступничество, в то время как никакому другому пророку, кроме тебя, этого не дал. тоже особо. Видите, это все, вот когда мы говорим, дорогие братья, да, что наше самое большое счастье, что мы верующие, и потом, что мы из умы Мухаммада, салли нам дал вот эти вещи. Когда сегодня вот этот момент, Кур'ан, знание Кур'ана наизусть, есть ли в других общинах люди, которые знают их священные книги наизусть, я сомневаюсь. Если будут там, может, единицы, может быть. У нас сколько людей знают Кур'ан наизусть? Это мы сегодня уже привыкли, что миллионы людей учат Кур'ан наизусть. Миллионы людей на земле учат Кур'ан наизусть. Это все благодаря милости Аллаха субхану ватор. Это нелегкое дело, дорогие братья, но благодаря милости Аллаха нам это удается ва лиллахи лхамд. Нам это удается ва лиллахи лхамд. Аллах дает этой уме, потому что эта книга не будет искажена, как другие книги. И Аллах дал тавфиq этой уме наизусть учить эту книгу. Недавно я слушал одного шейха. Он говорит, в Египте был один шейх, шейх уль-кура, шейх учитель этих чтецов Хафиза. Он мне однажды говорит, он вот уже 40 лет, как я в книгу Хур'ан даже не заглядывал. 40 лет он учит Хур'ан, но в книгу говорит, 40 лет, как я не заглядывал. Я его спрашиваю, как это? Она говорит, для меня как один аят. Весь Хур'ан для меня как один аят. то есть настолько человек его хорошо знает, для него что один аят запомнит, что это вся книга у него для него это одно и то же. И этот рассказчик говорит, он мне показал свое карамо. Я его сдалека увидел, говорит, он это шейх, и подумал, он, говорит, был очень бедным. Так мысль пришла, сколько есть на земле нечестивцев, не говоря уже о безбожниках, которым Аллах дал очень много риска, пропитания, имущества. Такой человек, и вот он такой бедный. Когда я подошел, он говорит, шейх Али, если бы Аллах не дал бы, я бы этого всего не сделал бы. Я мысли, он не сказал ничего. Я, говорит, мысль, подумаю, сколько людей, а видишь, как он беден. Это подумал, он подошел, смотрит, говорит, если бы Аллах дал бы, я этого сегодня сделал, то, что я делаю, столько работы, сижу в мечети, чисто занимаюсь обучением детей Корану. Поэтому, дорогие братья, это тоже милость Аллаха, благодаря пророку Мухаммаду, салли Аллаху алей и салям, нашей уме даны эти милости. Следующий хадисы, который передает Хузейфа, роди Аллаху анху, пророк говорит, что мне мой Господь, Аллах сообщил радостную весть. Радостная весть заключается в том, что первый, кто войдет в рай вместе со мной, из моей умы будет 70 тысяч человек, вместе с этими 70 тысяч человек будут с каждой тысячи, 70 тысяч, каждая тысяча из 70 тысяч, еще 70 тысяч войдут в рай без расчета, без спроса. 70 тысяч, с каждой тысячи, еще 70 тысяч, из моей умы войдут в рай без спроса, просим Аллаха, чтобы он сделал нас из них. Амин. И Аллах мне дал, что моя умма не будет голодать. Ученые объяснили, вся вместе, какие-то отдельные представители умы будут испытывать голод, но вся умма Мухаммада страдать от голода не будет. И он также мне дал, что моя умма не будет побеждена. Будут какие-то части умы побеждены, но вся умма побеждена не будет. И он дал мне, Аллах дал мне победу и дал мне силу. И дал мне как подарок страх, который он вселяет все моих врагов, он идет передо мной на расстояние месяца пути. И Аллах сделал дозволенным мне и моей умме трофеи. И он немногое сделал недозволенным нам нашей умме из того, что он не дозволял предыдущим общинам. облегчил моей уме в то время, как он усложнял для предыдущих и не сделал нашей религии нам трудности. Представляете, когда мы находим, что, допустим, у христиан, да, в их шариате молиться надо было только в храме. наджаса попадала на одежду и у иудеев это было у них, то надо было вырезать эту часть одежды. Если человек совершал грех, у нас талбудилай, мы сохраняем свою честь, альхамду лилля, никто не узнает, кроме Аллаха. У них надо было мазать сажей лицом и ходить по улицам, чтобы знали, что человек согрешил. Если человек совершал ридда, у нас талбу делает и возвращается, кто отрекся, у них надо было убить самого себя. Талб из покаяния было самоубийство надо было совершить. Или там другие его казнили. Уже там покаяния не было. То есть было много трудностей. Наши умы пророк благодаря пророку Мухаммаду салла Аллаху Аллах сделал очень много облегчений. Следующий хадис от Абу Хурейра роди Аллаху Анху. Тоже Бухари и Муслим передали этот хадис. Пророк говорит салла Аллаху Аллаху не было ни одного пророка, чтобы Аллах не дал ему какое-то му'джиза, чудо, благодаря которому веровали в люди. Му'джиза это какое-то явление сверхъестественное, которое давалось пророку как доказательство его пророчества. Если какой-то пророк приходил без му'джиза, он значит не пророк. Это был знак, то есть что-то сверхъестественное, как у Муса алейсалям например трость превращалась в огромную змею. Иса оживлял людей и так далее. И потом пророк говорит, давалось каждому пророку. А мне он говорит, то что мне было дано, было дано откровение, которое дал Аллах, и я надеюсь, что я буду самым большим количеством последователей судный день. То есть суть этого хадиса чудеса всех предыдущих пророков и посланников ушли, исчезли вместе с ними. Вместе с ними их му'джизаты сверхъестественные какие-то действия или какие-то вещи исчезали. В то время как му'джиза пророка Мухаммада саллиллаху алейху алейху ассаллим Кур'ан он будет до конца света. Кур'ан это му'джиза чудо, которое со временем нам раскрывает какие-то новые события, явления, о которых в то время не знали. Наука делает какое-то открытие, смотришь, находишь, это, оказывается, было в Кур'ане написано. Таких вещей очень много. Понимаете, поэтому му'джиза пророка Мухаммада саллиллаху алейху алейху ассаллим Кур'ан он остался. И поэтому как он и мечтал, как он и надеялся, его ума будет самый большой судный день. Две трети обитателей рая будут ума Мухаммада саллиллаху алейху ассаллим. И автор вот тут объясняет, что смысл этого, как сказали ученые, что его му'джиза останется, пока будет эта дунья, то есть Кур'ан, в то время как чудеса предыдущих они исчезли. Следующий хадис от Али ради Аллаху анху Пророк Имам Ахмад передает этот хадис. Одна версия есть, что это именно передается как от Али, слова Али, но версии Имама Термези другой от Ахмада есть, что он от пророка это передал. Он говорит, что каждому пророку Аллах давал семерых нажиб. Нажиб нуджаба это, то есть имеется ввиду самые благородные избранные из людей. У каждого пророка было семь. Да? Как у Иса были апостолы, да? А пророку Мухаммаду саллиллаху алейху ассалям Аллах дал 14. Два раза больше нажиба избранных людей. И он говорит, Минхум Абу Бакар, из них был и Абу Бакар, и Умар, и Ибн Масхуд, и Аммар. И естественно сам Али, и Аллах Аля, кто еще был. То есть тоже опять-таки мы видим, что пророку алейху ассалям Аллах субхан ау ау дал предпочтение перед предыдущими пророками, тем, что он дал ему в этом тоже превосходство. Еще одно достоинство пророка алейху салят ассалям этот хадис передали Бухаре и Муслим. Пророк говорит салли Аллаху алейху ассалям Аллах удержал от Мекки слона. Имеет ввиду войска Абраха наместник эфиопского императора в Йемене. Когда он решил разрушить Кабу пришел с войсками в которых были боевые слоны. Но Аллах не дал им войти. Слон не пошел на Мекку. Мекка была защищена и это войско было погублено. Птицы бросали на них камешки и они все потом погибали. И потом пророк говорит Аллах удержал слона но посланника Аллаха Мухаммада Аллах как бы направил на Мекку со своими сподвижниками с верующими верующими и она не будет дозволена то есть там не будет дозволена воевать после меня никому. мне было дозволено только часть дня. То есть война в Мекке запрещена. Только пророку Мухаммаду салли Аллаху алейху войны были. Были. Хаджадж был такой один из правителей мусульман он напал бил катапультами и завоевал Мекку и сжег Кабу но ему это не было запрещено это было запрещено. Только пророку Мухаммаду была дозволена священная Мекка самое лучшее место на земле она ему была дозволена часть дня чтобы он там захватил ее. Тоже из особенностей пророка Мухаммада салли Аллаху алейху ассаллим. Следующий хадис который передает имам Ахмад и другие и Хаким и Багави и многие имамы передали этот хадис от Ахмад Ассария он говорит я слышал посланника Аллаха салли Аллаху алейху ассаллим говорил я был объявлен что я раб Аллаха и печать пророков ва 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 то время как адам был еще в форме глиняного без души в своей форме которой он был создан валялся на земле а то что я печать пророка и пророк уже было объявлен то есть в этом хадисе пророк говорит что Аллах субханава дал своим творением знания объявил что Мухаммад пророк и печать пророка в то время как адам еще не был оживлен адам еще не был даже оживлен то есть Аллах субханава показал своим творением роль и значение пророка Мухаммада до того как он оживил адам до того как вложил в него душ и потом пророк говорит я являюсь мольбой Ибрахима то есть Ибрахим попросил Аллаха субханава об этом он говорит я являюсь радостной вестью от Муисы Иса сообщил своему народу что придет пророк имя которого будет Ахмад то есть о нем было объявлено еще до того как был Адам алейсалам оживлен до того как была вложена душа уже было объявлено творением Аллаха о пророке Мухаммад салла алейхи салла supremacy лучшее творение Аллаха Субханава ваталэ лучшее творение только лучшее из пророка в людей нет лучшее творение любимое творение Аллаха Субханава ватали И нам оказана величие, великая милость Аллахом тем, что Он сделал нас из последователей лучшего своего творения. И нам дано возможность приблизиться к этому пророку. Просто надо следовать за этим пророком. Побольше читать салават этому пророку, саллиллаху алейкум. Как в достоверном хадисе сказано, пророк говорит, самыми близкими ко мне и самыми любимыми ко мне будут, в судный день будут люди самого хорошего нрава. Люди хороших нравов. То есть у нас есть все шансы быть ближе к пророку. Есть шанс получать каждый день от него салават. Салават и салам. Читайте побольше, и он нам отвечает. Просим Аллаха, субханахуа та'алла, нам тавфиqа, наследование за пророком. И чтобы Аллах дал нам любовь к пророку и к его сунне. Продолжение следует...